Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Есть медалей в Чебоксарах на чемпионате России по лёгкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Николь Радамакина в прыжках в длину заняла первое место, Вероника Доронина стала четырёхкратной чемпионкой, победив на гоночных колясках на дистанциях 100, 200, 400 и 800 метров. Валерия Фомина в толкании ядра завоевала бронзовую медаль. У самарских атлетов есть все шансы попасть на паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Состав национальной сборной утвердят в конце июля. Андрей Маколов из Тольятти и Валентин Стариков из Сызрани заняли второе место на Кубке России по спортивной гимнастике. Атлеты выступали в составе сборной по Волжье. Волжане отстали от обладателей Кубка страны сибиряков на два очка и обогнали бронзовых медалистов-спортсменов из Москвы на один балл. Международный легкоатлетический марафон в Санкт-Петербурге «Белой ночью» выиграли тольяттинские спортсмены. Юрий Чичун 42 километра и 195 метров преодолел за 2 часа 20 минут и 28 секунд. В споре за первое место он обогнал участника Олимпийских игр одного из лучших российских марафонцев Алексея Реункова из Москвы. Среди женщин быстрее всех оказалась Надежда Лещинская. Ее результат 2 часа 40 минут. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.